Позвольте вам вручить цитаты от русской общины, от нашей общественности, от всех, кто здесь присутствует. Здоровья вам! Для того, чтобы услышать просьбы крымчан, депутат Государственной Думы Надежда Максимова лично приехала на полуостров. Вместе с членом исполкома Симферопольского гурсовета Валерием Аксеновым они провели прием граждан по всем интересующим их вопросам. Мы ожидаем от этой встречи обеспечения Государственной Думы первичной информацией непосредственно от жителей о положении дел в Крыму. На основании наших приемов будет выработана программа по реализации выполнения наказов жителей Симферополя, но и Крыма в том числе. Валентина Иванова – председатель общества инвалидов железнодорожного района. В него входит 150 человек, часть из них – колясочники. Она пришла на прием с просьбой об оборудовании в Крыму и, в частности, ее районе – жилых домов пандусами. Люди, инвалиды сидят в заперти, сидят закрытые, они не могут спуститься в многоэтажках с первого этажа, с какого-то другого, не могут спуститься вниз, не могут пообщаться с людьми, не могут подышать свежим воздухом. Вопрос инвалида был сразу же учтен и внесен в целевую программу. Всего же на социальные нужды крымчан уже было выделено 2 миллиарда рублей. И это только начало, ведь глобальные планы развития полуострова расписаны на 6 лет вперед. Мы хотим еще раз подчеркнуть, что Крым – это Россия, что все, что происходит в Крыму, все проблемы, которые здесь возникают, они для нас родные, небезразличные, и мы будем стараться их решать. И мы, как законодатели, конечно, все, что зависит от нас в законодательстве, будем соответствующим образом прорабатывать и предусматривать. То есть обещания, которые Россия дала, когда мы воссоединялись, они будут выполнены безусловно. А это уже городской совет Симферополя. Сегодня в сессионном зале мэрии – аншлаг. Причем и слушатели здесь необычные. На встречу с депутатами Государственной Думы приехали представители правоохранительных органов со всей республики. Ни для кого не секрет, что эти структуры при Украине не могли свести концы с концами. Уж слишком маленькое было финансирование. Сейчас ситуация кардинально меняется. Всего на нужды Крыма в программе развития до 2020 года правительство России планирует выделить почти 700 миллиардов рублей. Такой огромной суммы из центрального бюджета полуостров не получал никогда. Но полиция и депутаты сразу поставили четкую задачу. За каждую копейку налогоплательщиков отвечать правоохранители будут жестко. Противодействие коррупции – вопрос номер один. Вопросы снабжения электроэнергии, вопросы снабжения водой, вопросы безопасности, вопросы комфортности, вопросы жизнеобеспечения – это все деньги. Они могут быть разворованы, они могут быть использованы нецелевым образом, но они могут быть и использованы эффективно. А выполнение задач по противодействию коррупции и борьбы с теневым бизнесом принесет свои плоды Крыму в целом и правоохранительным органам в том числе. Заработные платы сотрудникам полиции уже значительно выросли. Материально-техническая база пополнилась самым современным оборудованием. И эти процессы будут только ускоряться. Еще одна встреча депутатов Госдумы прошла с крымскими юристами. Главная тема обсуждения – перспективы отрасли в нашей республике. Как отметил председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Пилигин, в Крыму отличные специалисты, а правительству нашей страны остается только наладить диалог с представителями отрасли в Крыму. Чем сейчас и занимаются депутаты Госдумы. Что касается характера разговора, то очень важно, что он носил не просто характер разговора ни о чем, а поставлены целый ряд конкретных проблем, которые связаны с деятельностью двух важнейших профессиональных сообществ. Это адвокатуры и нотариат. И при этом нужно сказать, что коллеги готовились к этой беседе, и они поставили несколько абсолютно прагматичных вопросов. На все вопросы, связанные с образованием, в том числе и с высшим, отвечал и депутат Госдумы Вячеслав Никонов. С этой целью он провел встречу с абитуриентами и преподавателями Университета экономики и управления. Вячеслав Никонов ответил, что Крым сейчас стоит на пороге колоссальных изменений в сфере образования. Действительно, количество бюджетных мест было увеличено специально для Крыма, Севастополя, а сейчас увеличивается количество бюджетных мест без ущерба для других регионов Российской Федерации, для того, чтобы взять на учебу детей из Донецкой и Луганской Народной Республик. Вступительные экзамены абитуриент Анна Борисенко сдавала в этом году. Девушка рассказывает, была приятно удивлена. Ещё в школе её часто пугали страшными историями о поступлении. А в этом году и бюджетных мест, как оказалось, много. И палки в колёса никто в приёмной комиссии не вставлял. На удивление проблем никаких не было. Я думала, что будет всё сложнее. Уже сейчас видно, как Россия поддерживает Крым. Уже видно по бюджетным местам, это даже видно, у нас появилось больше бюджетных мест. Лучшие условия для поступления в ВУЗы. Тем не менее, в России всерьёз обеспокоены качественными показателями образования, которые в последние годы оставляют желать только лучшего, отметил Вячеслав Никонов. А это значит, что требования к абитуриентам существенно вырастут. По количеству людей с высшим образованием Россия уже вышла в первую тройку в мире. Но при этом, конечно, у нас есть очень большие претензии к качеству такого образования, которое даётся в большом количестве высших учебных заведений России. Я думаю, вы с этим тоже сталкивались, когда у вас пооткрывалось большое количество филиалов украинских, высших учебных заведений, главной функцией, которая заключалась в сборе денег с абитуриентов. Уделили депутаты Госдумы внимание и крымскому спорту, в частности, паралимпийским видам. Владимир Крупенников, Михаил Терентьев и Рима Баталова совместно с министром спорта Республики Георгием Шестаком провели выездное совещание на тему развития спорта на полуострове. Тренеры и спортсмены со всех уголков Крыма приехали, чтобы задать свои вопросы. Они, конечно, с надеждой и с уверенностью знают, что, как говорится, лёд сдвинется. И мы будем продуктивно работать с нашими братьями россиянами, чтобы в Крыму достойно эта тема развивалась в дальнейшем. Большинство вопросов традиционно касались материальной части, а также сохранения различных стипендий для спортсменов, которые многие из своих медалей завоевали под флагом Украины. Представители Госдумы рассказали, что волноваться крымским чемпионам не стоит, выплаты сохранятся. А что касается спортивных объектов, Россия уже готова финансово помочь в восстановлении бассейнов, стадионов и спортивных залов. Игорь Смирнов, Виталий Попач, Дмитрий Попов, Андрей Трещук. Время новостей.